Меня зовут Владар Викторовна Конева, я председатель Линейная 99, представляю интересы 354 квартиры. Вопрос у меня, хочу сказать, Линейная 99, попробую... Это что за дом такой огромный? Линейная, Нифцы. Это много подъездов, да? Да, много подъездов, 7 подъездов. Я хочу поблагодарить всех, что вы пришли сюда, приехали, собрали нас всех здесь и правильно, что должны проводить, я думаю, такие мероприятия. И вопрос у меня вот такой, такого плана характер. Проблем с управляющей компанией у меня нет, но проблемы возникают с администрацией города Красноярска, а также со службы строительного надзора. В том плане, что слушая людей, ну и как бы столкнулась я с такой же проблемой, о том, что просто организация, просто муниципалитет, он бездействует. Неоднократно люди обращаются и постоянно возникают подписки. Я не знаю, как это в других городах, я по профессии юрист. Я очень много жалоб пишу на администрацию, выше, прокуратуру, полицию. И мы постоянно сталкиваемся с такими проблемами, что у нас просто отписки. То есть такое ощущение, что просто люди, которые живут в Москве, ну то есть управление, они никак не соприкасаются с городом Красноярском. То есть есть проблема, она не решается. У нас в доме, я думаю, что во многих других домах такая же проблема. Очень много нерусских. Они являются собственниками квартир. И когда вечером выходишь гулять со своим ребенком, ты видишь, что, ну то есть там живого места, простите, нет. Их очень много. И они себя ведут как собственники. И мы ничего сделать не можем. Я писала в полицию, я писала в прокуратуру, я писала в УПМС, чтобы провели проверки по данному факту. Мне просто приходят отписки. Я-то прекрасно понимаю, я-то юрист, я законы знаю. И мне это... А когда обычный человек, когда, простите меня, ребенок 4-х лет тебя посылает матом и писает в подъезд. Ну, она сейчас у нас проводится по данному факту проверка. У нас в подъездах просто нерусские писы. Ну, простите вот за такое. И причем маме показываем, она говорит, это не уйдет. Ну, как-то вот. Вот, и проблема возникает... Да, проблема возникает не потому, что конкретного дома, а проблема возникает в том, что бездействие, что у нас в городе Красноярске органы, органы самоуправления просто бездействуют и не отвечают. Вот с чем мы сталкиваемся, вот с этим. И из-за этого приходится, ну, то есть, жалобы писать, доходить до Верховных судов. Вот, так что спасибо.